Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Идеальная много мама Рубрика, которая будет полезна всем женщинам, которые хотят быть счастливы в своей семье и в своих отношениях Почему именно я освещаю эту рубрику? Потому что я 12 лет в счастливом браке, у нас 6 деток в ожидании 7 малыша И у меня невероятный опыт в этой теме Цикл наших выпусков направлен на здоровье и гармонизацию семейных отношений Не переключайте, будет очень интересно Из этого выпуска вы узнаете, как сохранить интерес к друг другу в продолжительном браке Суета семейной жизни, забота о детях, решение бытовых вопросов делает наш брак только крепче Делюсь с вами личной подборкой простых, бытовых, но самых эффективных и полезных советов Приготовьтесь записывать и внимательно слушать, ведь они будут полезны для вас на все 100% Найдите общие интересы и точки соприкосновения Поддерживайте их и пробуйте что-то новое вместе Кататься на лыжах, путешествовать или, например, писать песни Отдыхайте вместе Проводите хотя бы два дня только вдвоем Говорите о планах, делитесь интересами каждого Можно на пару часов сходить в ресторан Ужин вместе прекрасно объединяет и уединяет Но не перегружайте проблемами и бытовыми темами ваш вечер Обязательно смотрите до конца и вы все узнаете Проявляйте интерес к переживаниям Вникайте, поддерживайте и вместе находите решение Так партнер чувствует вашу участность, заботу, внимание, тепло И вы, в свою очередь, всегда также можете рассчитывать на него Не стройте ожидания Не лепите живого человека идеал, картинку И не злитесь, если он не соответствует ей Не рассуждайте, каким он должен быть Думайте больше о том, не какой он должен быть И вообще, как должен себя вести Что делать и как измениться А какой я хочу быть рядом с ним Это глубокий вопрос Я хочу быть волшебной С которой хорошо и легко строить совместные отношения А вот этот совет будет полезен для всей вашей семьи Позвольте себе и супругу иметь личные занятия и интересы Очень важно личное пространство, которым при желании мужчина всегда поделится со своей половиной У каждой женщины должны быть свои интересы Найдите дело по душе, дабы не допекать мужа отсутствием внимания Например, нам следует заняться тем, что нам нравится И дать себе необходимое внимание Это отобразится и на нашем внешнем виде И всегда стимулирует мужчину на чувства, нежности и внимания Многие подумают, что это советы психолога Но нет, это мой самый ценный и уникальный опыт Которым я делюсь с вами И который помогает мне Сохранение и поддержание счастливых отношений с моим супругом Будьте внимательны и рассудительны Трудитесь над своими отношениями И выбирайте позитивное мышление Оставляйте свои вопросы и комментарии под видео на тему отношений И, конечно, предлагайте темы, которые вам были бы интересны для освещения в следующем эфире А с вами была я, неидеальная много-мама Нелли Борисюк До встречи в следующем эфире Всем привет! Вы смотрите рубрику Фрешмены И с вами я, Хамков Рома И я, Василина Таких новостей вы не слышали нигде Итак, поехали! Из выпуска вы узнаете Правда ли, что у Карина Кросс второй разряд по боксу? Правда ли, что она навсегда хотела остаться жить в монастыре? И ее сложный путь от расклеивания листовок до покупки роликсов и кортье А о ее семье известно то, что ее отец известный предприниматель-юрист в своем городе А мама владеет собственной конюшней Именно от самого дорогого человека Будущая актриса и модель переняла к себе нрав к лошадям И без них она не может представить своей жизни С юных лет Карина Кросс начала заниматься боксом И даже достигла успеха в этом суровом виде спорта Но, к сожалению, второй Наталье Рогозиной ей стать не удалось Ей пришлось покинуть ринг из-за серьезного растяжения Это нанесло очень большой удар по здоровью В 16 лет Карина очень любила ездить на мотоциклах Но при определенных обстоятельствах она попала в аварию Что привело к клинической смерти и к открытому перелому С тех пор у Карины очень сильная боязнь езды на двухколесных конях Настоящим любимым занятием для Карины стало блогерство Она смогла занять свободную нишу и получила армию поклонников Как же пришла известность? А я вам напомню Карину Кросс и Давы перекрыли движение на Новом Арбате Что привело к административному штрафу и к 10 суткам ареста Ну, зато минутка славы и новые подписчики Однажды Кросс уехала в Таиланд и осталась там на целых 3 месяца Она даже приняла обет молчания Но в один день к ней подошел тайландский монах И сказал то, что ей нужно срочно отсюда уезжать Ведь ее судьба на родине И девушка моментально вернулась в Москву После того, как популярность Кроссу летела до небес В 2020 году ее пригласили на шоу Форт Боярд А также она участвовала в телевизионном шоу Маска А вот и несколько фактов о Карине На прошлый день рождения своей матери она подарила ей БМВ И до сих пор обеспечивает своих родителей Кстати говоря, Карина занимает шестое место По числу самых популярных тиктокеров Я лично встретилась с Кариной И Войшина рассказала в интервью нашей программе Внимание на экран Мне лично помогает в любых реалиях Вообще в любой момент в моей жизни Просто стараться делать что-то, вносить до людей То есть у меня есть какая-то тема, которая мне близка То есть все свои сценарии, которые я пишу То есть все истории, еще что-то У меня есть посыл Я хочу, чтобы люди, не знаю, чувствовали себя чуточку счастливее Каждый раз, когда они открывают и смотрят мой контент Самое новое вы узнаете Самые бомбические новости А я вам расскажу кое-что интересное Правда ли, что Бруно Марс является бриллиантовым рекордсменом? Правда ли, что Бруно Марс побил рекорд группы Queen? А также мы поговорим о его романе с Ритой Ора Итак, поехали! Бруно Марс В 2021 году из Американской ассоциации звукозаписывающих компаний Стало известно, что Бруно Марс побил ранее неслыханный рекорд Целых пять его сигналов заняли бриллиантовый статус в Соединенных Штатах Это обозначает, что каждая из его композиций была куплена более 10 миллионов раз Интересный факт Рост артиста всего 165 сантиметров Это стало поводом в 2009 году Выдачи ему премии от MTV в номинации «Самая маленькая звезда» Сайт Амазон провел свои расчеты и выяснил, что в сети Бруно Марс является одним из самых продаваемых певцов Они сравнили его по этому показателю с группой Queen Который также был побит этот рекорд В 2011 году Бруно увидели в сопровождении очаровательной певицы и актрисы Риты Ора Парень отрицал любовную связь с девушкой Но в одном из своих разговоров с журналистами Юная особо призналась, что влюбилась в певца с первого взгляда У них вспыхнул бурный роман, который стал непродолжительным Бруно Марс имеет награды премии Грэмми за лучшее вокальное поп-исполнение Премия Грэмми за лучший вокальный поп-альбом А вот еще несколько интересных фактов Твиттер-звезды насчитывает более 17 миллионов подписчиков Бруно любит собак В 2012 году он завел своего первого Реттвейлера по имени Геронима Парень занимается благотворительностью Он помогает молодым певцам со своей родины пробиться на большую сцену Также он состоит в благотворительном фонде, оказывающем материальную помощь Пострадавшим со всего света в стихийных бедствиях А какая твоя любимая песня этого исполнителя? Мне очень интересно! Пожалуйста, напиши свой ответ в комментариях и не пропускай наш выпуск! Друзья, наш выпуск подошел к концу Смотрите программу «До 17 и старше» Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии Всем привет, друзья! Сегодня программа «До 17 и старше» в Санкт-Петербурге на открытии бара «Сплетни» Популярной певицы Анны Асти А с вами я, Хамидова Елизавета Давайте поскорее узнаем все подробности у самой Асти Итак, поехали! Мы просим вас символически залезать в красную ленточку Успеха нам! Много классных посетителей! Поехали! У-у-у! Почему такое название «Сплетни»? Потому что, во-первых, за последний год, я думаю, все наслышаны о множестве сплетен обо мне Это первое Человек, о котором говорят Далее, каждый любит что-то обсудить Что-то поговорить Когда ты собираешься с друзьями вместе за одним столом Вы, конечно же, обсуждаете свои дела, дела друг друга И, конечно же, обсуждаете дела кого-то, а кого нет за этим столом Поэтому «Сплетни» бар создан для того, чтобы здесь собирались сплетни Планируется ли открытие бара в Москве? Это все еще впереди, я могу странно сказать Просто так сложилось, что замечательное помещение, замечательное место мы нашли сперва в Питере Анна, расскажите, как вам пришла идея по открытию бара? Планируется наше обсуждение около года назад Еще когда только я стартовала свою сольную карьеру Мы планировали очень много всего, прям в деталях обсуждали От концепции до того, как будут общаться, например, как персонал будет общаться с гостями Расскажите, кто придумывал меню? Меню придумывали мы вместе с Анной Асти Она многие, мало кто знает, но она очень любит готовить Соответственно, все блюда мы прорабатывали вместе с ней И все блюда она дегустировала и одобряла лично Привет, Настя, скажи, как ты думаешь, почему у бара название именно «Сплетни»? Мне кажется, что само название связано с самой исполнительницей, потому что в последнее время про Асти достаточно много сплетен Конечно же, не все они подтверждаются и не все они правдивы И мне кажется, что как раз таки бар поэтому и называется Как ты предпочитаешь проводить свое свободное время? В шумных компаниях или же дома? Свободное время Если бы было это свободное время Но на самом деле в шумных компаниях, да, я не люблю какие-то посиделки дома Да и чаще всего я в шумных компаниях и нахожусь Как ты считаешь, сложно совмещать предпринимательскую и творческую деятельность? Конечно, сложно И на самом деле очень мало таких исполнительниц, да, певиц, кто также держит какой-то бизнес, да Как а-ля салон красоты, ресторан, бар Конечно, это огромный труд, огромные вложения И занимает очень много силы, энергии и Асти Невероятно умничка и молодец То, что решила сделать именно такой бар с таким названием, цепким На самом деле, вот и спросила, почему сплетни? Ну, на самом деле, очень цепкое название и мне безумно здесь нравится Мне кажется, я достаточно экспериментирую Вы меня еще увидите в совершенно новом облах, который я хочу презентовать довольно-таки скоро Только я не нашла еще сингл, под который я хочу сделать это Ну, я хочу... Ну, я хочу... Ну, я хочу... Друзья, пишите свои комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А с вами была я, Хамидова Лизавета. Увидимся в эфире. Всем привет! С вами я, Александр Шамин. И это рубрика «Всё о кино». Из выпуска вы узнаете, можно ли было спасти главного героя в фильме «Титаник». Безупречно актёр Андрей Миронов и его страхи. Сколько лет ушло на написание романа «Унесённые ветром»? Интересные факты со съёмок фильма «Гарри Поттера». Топ-5 фильмов, которые рекомендуют звёзды. А этот фильм поразит вас игрой актёров. Режиссёр знаменитого фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон рассказал, почему Роза не могла подвинуться и спасти Джека. Над знаменитой сценой, как Джек-Джек уходил под воду, рыдали миллионы зрителей. Многие задавались вопросом, почему Джек и Роза всего один раз пытались залезть вдвоём на злополучную дверь. Почему после провала не попробовали снова, тем более, когда вокруг них плавало много обломков. А Джек продолжал держать Розу за руку и замерзать в ледяной воде. Режиссёр объяснил, что герой находился под водой в минус 2 градуса. И через 5-10 минут можно было получить гипотермию. Джек – это настоящий джентльмен. И просить Розу подвинуться тогда было смертельно. Ход с погружением Джека был гениальным. По его словам, персонаж сделал всё, чтобы попытаться спастись и не выглядеть трусом, а остаться настоящим джентльменом. А вы тоже задумывались об этом? Оставьте свой ответ в комментариях. А это та самая звёздная новость. Андрея Миронова называют королём трагикомедии. Рыцарь без страха и упрёка. Таким он хотел предстать перед зрителем. А вы знаете, что Андрей Миронов ужасно боялся высоты? Ради зрителей он выполнял очень опасные и серьёзные трюки. Наверное, многие помнят сцену в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России». Не каскадёры, а сам Андрей спускался с шестого этажа, зацепившись за ковёр. А кадр, где он висит на разведённом мосту, или кадр с его разговора с тигром? Ведь ему до безумия страшно. Но он шёл на риске, раз за разом, преодолевая страх, преодолевая риск, не изменяя своим принципам быть лучшим во всём. А вы знали, что у Андрея Миронова с детства не было музыкального слуха? От природы он не умел петь. Но если это было нужно сделать для роли, у него всё прекрасно получалось сотни раз. Раз за разом он мог репетировать одну и ту же песню, доводя её до совершенства. Зритель видел только результат, а обратную сторону знал только сам Андрей, превратившись в великолепного поющего актёра. А вы знали, что Миронов не был танцором и не умел танцевать? Но научиться делать это с лёгкостью во время уроков танцев над ним смеялись и преподаватели, и однокурсники. Но всё свободное время учился танцевать, отрабатывая самые сложные элементы. Достаточно вспомнить его танец на палубе в фильме «Бриллиантовая рука». Он добился того, что его стали считать одним из самых пластичных актёров. В СССР он вёл моду на кожаные пиджаки и водолазки. Одевался дорого со вкусом, элегантно став настоящим кавалером. В которого невозможно было не влюбиться. Андрей Миронов был номинирован на премию «Ника» за лучшую морскую роль «Человек с бульвара» Капуцинов. В 1988 году, к сожалению, посмертно. А этот фильм, который ждут все, роман «Унесённые ветром», притесляет к самым знаменитым американским литературным бестселлерам. А вы знаете, как родился этот фильм? А я вам расскажу. Маргарет Митчер сломала лодыжку и лежала дома, в связи с чем решила написать книгу. Однако творческий процесс занял целых 10 лет. Поделившись своей радостью с подругой и услышав в свою сторону негативный отзыв, она решила доказать своей подруге то, что она настоящий талант. Она отнесла свою рукопись в издательство. Главный редактор пришел в восторг от романа и решил его немедленно выпустить. Роман заканчивается финалом с тремя точками. Маргарет Митчер предлагала читателям самим определить дальнейшую судьбу Ретта Баттлера и Скарлетт Ахары. Вот так родился сценарий к фильму. А кстати, он получил 8 номинаций на Оскар. А вы смотрели «Унесенные ветром»? А это та самая звездная новость. Поклонникам Гарри Поттера я расскажу несколько фактов со съемок этого фильма. Гарри Олдман подарил главному герою Гарри Поттера бас-гитару и научил на съемочной площадке его играть. Песню «Cone Together» группы Битлз. Режиссеры фильма буквально приказали прочитать первые две части Гарри Поттера. И после прочтения он влюбился в эту вселенную и снял третью часть. Во время съемок сцены, в которой Гермиона должна была ударить Драка, Том Феллман думал, что Эмма просто даст ему пощечину. Поэтому это так было написано в сценарии. Однако он совершенно не ожидал, что она даст ему хук справа. Реакция Драка была на самом деле не наиграна, а реальна. А вы смотрели этот фильм? Какой ваш любимый герой? Пишите в комментариях. А сейчас топ-5 фильмов, которые рекомендуют звезды. В заключение выпуска вы узнаете, какие фильмы рекомендуют посмотреть наши селебрити. Внимание на экран. Я люблю фильмы Мартина Скорцезе, можете брать любой. Я люблю фильмы Тарантино, можете брать любой. Если настроение подумать о чем-то поразмышлять, посмотрите Тарковского. Я очень люблю зеркало. Если хотите развлечения, посмотрите. Вот мне понравился недавно фильм, он называется «Женщина-воин». Фильм основан на реальных событиях, хорошая развлекательная история, очень поучительная. По-моему, это HBO. Если хочется новогоднего настроения, посмотрите «Один дома». Ну, что это такое? Подписывайтесь на канал «До 17 и старше», ставьте лайки и пишите свои комментарии. А с вами был я, Александр Шанн. До новых встреч в эфире! Всем привет! Вы смотрите рубрику «Топ 5 горячих новостей». И с вами я, Ника Берри. В наших выпусках мы рассказываем вам самые главные новости мирового российского шоу-бизнеса. Будь в курсе самых актуальных событий. Подписывайся на наш канал «До 17 и старше» и оставляй свой комментарий. Из выпуска вы узнаете о хобби актрисы Екатерины Вилковой. Какие самые любимые книги голливудских звезд? Куда уехала жить Лолита Милявская? Узнаем, какой дом подарил на Новый год экс-солистки группы «Серебро». Милые фото знаменитостей с родителями. Новость номер один. Смотрите, не пожалеете. 37-летняя Ольга Серебкина на Новый год получила подарок от своего мужа. Георгий подарил ей загородный дом, куда они потом перебрались всей семьей. Праздники певица праздновала уже в особняке. Муж купил его за 300 миллионов рублей. Если верить описанию лота, особняк расположен в одном из элитных закрытых поселках в 20 километров от Москвы. Его площадь составляет порядка 550 квадратных метров. И на этой просторной территории помещаются 4 спальни, кухня, гостиная с камина, совмещенная с обедной зоной, а также бассейн и спа-зона. Муж купил его за 300 миллионов рублей. Говорят, что дом отделан лишь высококачественными материалами, а мебель из Европы. Так что у братства особняка может позавидовать даже Собчак. Летом 2022 года Ольга привлекла к себе внимание тем, что сняла клип на новый хит «Песня дядя Гена», а с ней в клипе снялся Сергей Бурунов. Актер сыграл успешного бизнесмена, который добивается расположения звезды. Давайте посмотрим фрагмент этого выступления. Новость номер два. Такого вы еще не слышали. Ольге Бузовой исполнилось 37 лет. Однако пышное торжество звезда устраивать не стала. Она отметила праздник под пристальным взором минских камер на площадке передачи «Фактор.бай». Участники шоу собрались на сцене, чтобы поздравить ее с важным днем и подарить ей торт с четырьмя свечами. Бузова решила загадать по одному желанию на каждую задутую свечу. Зрители поддержали ее идею бурными овациями. Съемки не помешали Ольге встретиться с подругами Марии Погребняк и Юлией Самоедовой. После трудного дня телеведущая с женами футболистов отправилась по ресторанам. Для вечернего похода артист надела белое платье с открытыми плечами и сделала высокий хвост. По поводу стремительно несущихся лет Ольга Бузова не переживает. «Спасибо большое всем за поздравления. Я вас очень сильно люблю. В свой день я работала, и это счастье. Сегодня я перешла на новый 37-й уровень. Уверена, впереди эпичный год. Делится надеждами Ольга». Ну а третья новость совсем удивительная. «Сегодня я для вас сделала подборку. Какие любимые книги у знаменитостей Голливуда?» Смотрите и не пожалейте. Орландо Блум – любитель печальной русской классики. А именно ему нравятся братья Карамазовы Достоевского. Этот писатель вообще довольно популярен на Западе, наравне с Булгаковым или Чеховым. А вот любимая книга Мэла Гибсона. Австралийский актер относится к фанатам антиутопий 451 градус по Фаренгейту. Рея Брэдбери – одно из самых популярных произведений в этом жанре. А Анджелина Джоли обожает вампиров. Это книга про жесткого вампира, которого в народе привыкли называть Дракулой. Готическое произведение Брэма Стокера было написано еще в конце 19 века. А вот и еще один любитель Достоевского – Джим Керри. Но на этот раз речь идет о преступлении и наказании. Наверное, каждый читал эту книгу в школе или в университете. Это известная история о студенте, топоре и жадной старухе. Кира Найтли – очевидный выбор. Актриса назвала любимой книгой «Гордость и предубеждение». Это одна из ее самых известных ролей. Главное, что поднимает Остин в этой книге – это разница между настоящими эмоциями, добротой, искренностью и фальшивыми улыбками за элегантным завтраком. Пишите в комментариях свои любимые книги. Давайте делиться о прочитанном. А четвертая новость поразит всех. А я вам расскажу о любимом хобби актрисы Екатерины Вилковой. В детстве будущая звезда. Профессионально занималась художественной гимнастикой. И даже была кандидатом в мастера спорта. Но все же она выбрала карьеру актрисы. И она не ошиблась. Большинству зрителей запомнилось после премьеры ленты «Отцы и дети». А настоящий успех принесла картина «Вербное воскресенье». Ее хобби – это вязание. В перерывах между съемками она предпочитает уделить время своему хобби. Для актрисы вязание – это самый лучший способ отдохнуть. Ей нравится видеть, как обычная пряжа превращается в шапку, шарф или худи. Зима близка. Или чем себя занять в ночную смену? Подшучивает Екатерина в своих соцсетях. Примеры Екатерины Вилковой доказывают народную мудрость. Талантливый человек – талантлив во всем. Ну а сейчас пятая новость. Обязательно досмотрите ее до конца. Многие звезды добились успеха благодаря поддержке родителей. Давайте посмотрим на это. В виде снимки Нюши с мамой – большая редкость. Но певица часто общается с мамой, и она общается с ней очень тепло. Кстати, в юности Ирина Шурочкина сама участвовала в рок-группе, а ее дочка пошла по ее стопам. Как тебе семейное фото от Сергея Лазарева? Детство звезды было сложным, но мама всегда была рядом. А сейчас Валентина Викторовна помогает сыну с испытанием внука и внучки. Посмотрите, какое милое фото выложила Люсина Чеботина со своей мамой. Кстати, в прошлом году певица посвятила ей целую песню. Круто же! А по-настоящему теплое семейное фото от Клавы Коки. Даже улыбки у всех родственников похожи. Родители всегда поддерживали начинание юной звезды. А сейчас Клава Кока старается при любой возможности порадовать маму и папу подарками. Настя Годынова – исполнительница песни «Мамины глаза». Часто делится фотографиями со своей мамой. Елена помогла Насте снять самый первый клип. Подписывайтесь на наш канал до 17 и старше, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Вы смотрели ТОП-5 горячих новостей. И с вами была я, Ника Берри. До новых встреч! ТОП-5 горячих новостей.